Вишня и черешня, пожалуй, одни из самых любимых плодовых культур в нашем саду. Но как жалко, что их очень мало. Многие отказываются от их выращивания из-за того, что вишня часто болеет, а черешню едят птицы. Но все-таки болезни наносят гораздо больший ущерб, чем все птицы вместе взятые. И чтобы ваша вишня хорошо себя чувствовала, благодарила вас хорошим урожаем, сохраняла здоровье и долголетие, позаботиться об этом нужно уже сейчас, когда почки только распускаются. Как и всем растениям, вишня и черешня рано весной жизненно необходима поддержка, подкормка. Если весна сухая, обязательный полив. Для того, чтобы вырастить хорошую крону, заложить хорошие почки, листья, цветки, чтобы вырастить урожай, конечно, для начала растениям нужен азот. Мы уже подкормили нашу смородину крыжовник, а сейчас мы переходим к нашей любимой вишне и черешне. Конечно, азот для них сейчас элемент номер один. Мы можем внести его как при поливе в виде раствора, мочевины, карбамиды, либо селитры, так и внесением в почву, особенно если у нас в прогнозе погоды стоит дождик. Мочевина, самый доступный и самый богатый минеральный источник азота, прекрасно растворяется в почве, и вы сможете, просто внеся в почву, заделав ее в приствольные круги перед дождем, сэкономить силы и время. Но что делать, если дождя нет? Тогда на помощь придет раствор мочевины в воде. Достаточно одной спичечной коробки с горочкой на 10 литров воды. Для такого вот растения, как у нас здесь, понадобится одно-два ведра раствора мочевины, для того, чтобы растение получило хороший задел для развития, хороший старт. Можно также использовать перегной, именно перепревший навоз, хороший, ни в коем случае не свежий, и заделать его в канавке вдоль приствольного круга. Ну и, наконец, третий способ, для тех, кто не хочет возиться с водой, у кого почва достаточно влажная, точно так же можно рассыпать карбамид и заделать его в почву. Это подкормки. Но помимо того, чтобы дать старт растению, дать ему вот это питание, мы должны сохранить его здоровье. Самые опасные болезни для вишни и черешни – это листовые пятнистости и манилиальный ожог. Именно кокомикоз в свое время практически полностью искоренил вишню с наших участков. Вот эти вот все маленькие засохшие цветочки, веточки, которые мы можем увидеть уже во второй половине лета, а то и раньше на деревьях – это его рук дело. И чтобы манилиальный ожог, чтобы кластероспариоз не испортил вашу красоту, чтобы он не повредил вишням, защищать нужно уже сейчас. Рано весной у растений есть несколько очень важных, критических фаз развития, когда обработка нужными препаратами, нужной концентрацией, может радикально повлиять на развитие событий. И именно сейчас эта фаза – зеленая почка. Дет активное набухание. Чешуйки почечные раздвигаются, и мы видим зеленые бочки листиков. И именно сейчас начинается активный лед, спор дырчатой пятнистости. Но я думаю, многие из вас видели листья у вишен, у черешен, у слив, а лычи абрикосов в мелкую или крупную дырочку. Это очень плохо для растений, потому что они теряют листовой аппарат, то, что их, собственно, кормит. И чтобы не дать этим болезням нанести вам ущерб, обработать растения нужно уже сейчас. По зеленой почке мы сейчас работать будем азофосом. Это медь, содержащий препарат, который прекрасно с этим заболеванием справляется. Системные препараты пока применять не стоит, потому что зеленая почка – это зеленая почка. Еще нет листа в полной мере, который мог бы всосать, извините, эти препараты системные и действовать более пролонгированно, более длительно. Вторая важная фаза – это белая почка. Именно в этот момент, когда почка уже раскрылась и показались белоснежные верхушечки бутонов, они начинают выдвигаться, уже появились первые клейкие листочки на вишенках-черешенках, очень важно успеть их обработать и от листогрызущих вредителей, которые проснулись и готовы питаться листвой, и от болезней. Потому что споры, к сожалению, прекрасно переносятся ветром. И если вы у себя в саду искоренили, то нет никакой гарантии, что их не принесет из соседнего сада. Или где-то валяющиеся листья больные начинают их выбрасывать просто. Поэтому в фенофазу белая почка мы готовим первую баковую смесь. Почему баковую смесь? Потому что сейчас уже можно использовать препараты, которые совместимы друг с другом. Например, я рекомендую классическую баковую смесь Хорус плюс Актора. Именно они способны защитить Хорус от болезней, от дырчатой пятнистости, от других пятнистостей. А Актора защитить от вредителей. Вместо Акторы можно использовать биотлин, можно использовать эфорию, любой разрешенный инсектицид. А для того, чтобы эта баковая смесь была более эффективной, я рекомендую добавить туда немножко, буквально 2 чайные ложечки жидкого мыла и немножко лимонной кислоты. Это такой агрономический лайфхак. Дело в том, что подавляющее большинство наших средств защиты растений предпочитают работать в кислой среде. И лимонная кислота в небольшом количестве, на 10 литров вам понадобится всего пол чайной ложечки без верха, подкисляет рабочий раствор и делает его более эффективным. А жидкое мыло делает раствор более прилипательным, что ли. Это прилипатель. Он позволяет раствору задерживаться на поверхности листьев. И, кстати, учитывая, что жидкое мыло все-таки имеет часто щелочную, в лучшем случае нейтральную реакцию, подкисление – это как раз то, что не даст препаратам потерять эффективность. И этой баковой смесью, фенофазу, белая почка, мы должны обработать наши вишни, наши черешни. Ну и, наконец, самая важная обработка, о которой я хочу рассказать – это обработка во время цветения. Вы можете пропустить обработку по зеленой почке, вы можете пропустить обработку по белой почке, но обработку от манилиального ожога по цветкам я настоятельно рекомендую не пропускать. Манилиальный ожог распространяется именно во время цветения и проникает в растение именно через цветок. И спасти наши вишни от этой страшной болезни может только обработка. Обработка фунгицидами. Это может быть и 1% раствор азофоса, и тот же хорус, либо силит. Самое главное – соблюдайте правила личной безопасности и обрабатывайте сад в безветренную, сухую погоду, желательно облачную или вечером. Многие из наших садоводов скажут, а как же пчелы, ведь это опасно. Согласна, абсолютно безопасных пестицидов практически нет, но мы можем минимизировать их воздействие на пчел и других опылителей, обрабатывая сад вечером, когда пчелы отправились спать. И не только пчелы, практически все насекомые опылители, когда солнышко садится, отправляются на ночевку. Поэтому эту обработку я настоятельно рекомендую провести по цветущим садам вишни и черешни. Она спасет деревья от манилиального ожога, спасет ваш урожай, спасет здоровье деревьев. Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются, наверное, практически все садоводы. Это возвратные заморозки во время цветения. Их, согласитесь, как бывает обидно, когда вы провели все обработки, защитили, подкормили, деревья прекрасно растут, цветут, и вдруг раз и минус пять. И здесь уже не поможет ни обработка от манилиального ожога, ни подкормка, потому что низкая температура, есть низкая температура. Но минимизировать, оказывается, их воздействие возможно. Есть специальные препараты, биостимуляторы и адаптогены, которые помогают растению подготовиться к заморозкам, легче их перенести и легче восстановиться. Самое главное – обработать наши растения до воздействия заморозков. Допустим, вы знаете по прогнозу, что будут заморозки. И после них, или хотя бы после. Чем обработать? Во-первых, это эпин. Это растительный фитогормон, естественное вещество, которое получают из растений семейства капустных. Оно способно значительно поднять иммунитет растений, повысить сопротивляемость и болезням, и низким температурам. Это янтарин, янтарная кислота. Она тоже повышает морозостойкость растений. Это фитовитал на основе янтарной кислоты. Кстати, все эти препараты можно найти у нас в магазине «Процветок» и на «Кирова-3». Если вы сможете обработать свои растения, вишни, черешни, абрикоса, персика, этими препаратами до заморозков и после заморозков, или хотя бы после, поверьте, растения перенесут их намного легче, сохранят урожай, сохранят здоровье. В общем, схема защиты нашей вишни-черешни весной выглядит следующим образом. Первая обработка – зеленая почка. Она еще не раскрылась, но между почечными чешуйками показались первые зеленые окошки. Вторая обработка – это белая почка. Появляется только-только-только маленький бутончик. Здесь мы обрабатываем от болезней и от вредителей. Перед цветением на всякий случай, ведь мы не можем прогнозировать, когда точно наступят заморозки, обработайте свои растения эпином, фитовиталом или янтарином. Даже если не будет заморозков, эти обработки биостимуляторами поддержат ваши растения, придадут им больше сил и обеспечат им хороший рост на протяжении весны, а может и всего сезона. Следующая обработка обязательно во время цветения. Это может быть хорус, это может быть силид, а либо 1% азофоз. Следите за тем, чтобы распыл был максимально мелкий, чтобы это было реально облако. Тогда препарат подействует 100%. И, наконец, после цветения мы обрабатываем опять биостимуляторами фитовитал, янтарин, эпин. Либо можно использовать для повышения завязываемости борную кислоту, буквально 5 г кислоты на 10 литров воды. И обрабатывать, кстати, этим препаратом можно не только вишни, черешни, но и практически все наши плодовые, ягодные культуры и овощные, для того, чтобы повысить завязываемость. А вот уже после того, как вы проведете все эти обработки, можно переходить и на биопрепараты. Тем более вишня начнет скоро созревать, наливаться, и там уже никакой химии нельзя. Поэтому заведите себе за правило регулярно обрабатывать свои сады, которые уже плодоносят, которые созревают биопрепаратами. На основе триходермы профит, или стенной палочки профит, или профит здоровый сад. Главное делать это регулярно. И тогда ваш сад долгие годы будет радовать вас урожаем, хорошим здоровьем и долголетием. Чего, собственно, и я вам желаю. Процветания вам, вашему саду. И до новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»